Раскрывать дерзкие преступления милиционерам Кемерово помогает простой водитель Вячеслав Малицкий. За несколько лет этот отважный и неравнодушный человек спас от уличных грабителей больше 10 человек. Героя прозвали кемеровским Бэтменом и наградили медалью за честь и мужество. Надо помочь людям обязательно, не надо проходить стороной. Помогать людям мое призвание, шутит Вячеслав. Днем он работает водителем, а вечером, вот уже на протяжении нескольких лет, спасает горожан от преступников. Так уж получается, что неожиданно для самого себя он часто оказывается свидетелем грабежей. Вере поправка Вячеслав пришел на помощь поздно вечером. Ехал с работы и увидел, что у женщины пытаются отобрать сумку. Ударил меня сначала по губе, потом в переносицу ударил. И вот когда в переносицу ударил, я тут растерялась, он сумку с руки сорвал и побежал. Преступник не могли быть вооружены, однако, по словам Вячеслава, тогда он думал больше не об этом, а о том, как бы грабители не ушли. Поэтому сразу побежал в направлении, указанном Верой Борисовной, и через несколько сотен метров во дворе задержал нападавших. Один из них вырвался у меня, бросил сумку и бежал. Второго я скрутил и повел на освещенной через дороги. В СИЗО задержанный, им оказался 35-летний безработный, признался сотрудникам милиции. Не ожидал, что в темном переулке на городской окраине кто-то осмелится ему помешать. За честь и мужество. За проявленную отвагу Вячеслава в Кемеровской администрации наградили медалью. За последние несколько лет он спас от преступников больше десятка горожан. Среди тех, кому помог, есть и соседи по дому. С девушкой в лифте сорвали серьги, забрали сотовый. Ну, он по ориентировке был вроде как выпивший. Соответственно, удары побежали и нашли его там. Не убежал. За то, что Малицкий приходит на помощь, когда надеется не на кого, в городе его прозвали Бэтмен. Говорит, конечно, приятно, но супергероем себя не считает. Главная награда вовсе не медали, а благодарность людей. Самая награда, то, что они счастливы, что помогли им. Для меня это была самая большая награда. В местном управлении внутренних дел Вячеслава считают внештатным сотрудником. Уже знают, если поздно вечером звонит Малицкий, значит, с кем-то случилась беда. Такие люди, как Вячеслав, они, как крупица золота в песке, они основа нашей работы с населением, с гражданами. Ну, и спасибо ему за это. Сейчас кемеровский герой подумывает о том, чтобы вступить в народную дружину. Добровольных охранников порядка в городе не хватает. О такой дружине, говорят в милиции, один может заменить целый патруль. Юлия Ольховская, Владимир Козин, Валерий Полуэктов и Игорь Гуляев. Первый канал. Сибирское бюро.